Вот возьмёт и помилует всех, и что? Я буду противиться ему, как тот Иона, который расстроился, мол, что ж ты всех не уничтожил. Но это же Бог, я не знаю. Да, мы по Писанию видим, мы видим по Христу, потому что тогда какой? Если бы Бог на небесах, вот так собрав всех, в последний момент сказал бы, ладно, прощаю вас. Если бы это было бы, к примеру, возможным, тогда получается, явление Христа и Смерть на кресте становится тщетным. Ну, абсурдно. Зачем он пришёл? Зачем он страдал? Ведь мы должны согласиться, Андрей, что Богу стать человеком, это же унизительно. Сам Бог обрёл плод человеческую, ходил среди людей, ел человеческую пищу, общался с ними, был ими избит, обезображен и убит. Это уничижение, даже это уничижение, на мой взгляд, более весомее, что ли, чем если бы я стал бы крысой, что ли, я не знаю, кем, да? Это какое уничижение? Но он это ради любви, вот она любовь его, насколько он полюбил нас, что он готов был оставить свою славу, свой труд, а мне мы его не понимали. Да, да. Я не могу предупреждать людей о горящем доме, выводя их из него, если ты собираешься дом мгновенно восстановить. Смысла же нет в этом. Потому мне представляется, что эта теория, она очень опасна, она неприемлема, надо готовиться здесь, на земле. И потом, Андрей, прости, пожалуйста, и потом, если бы, в моем представлении, если бы человек, не родившись свыше, получил бы прощение и вошел бы в небеса, то это было бы, знаете, каким прецедентом для сатаны и бесов? Ну, ты же несправедливый Бог. Почему ты нас осудил, мы так же себя решили? А почему ты их простил, нас нет? И получается, Царство Божье наводнилось бы дурной закваской. Да, и потому что, чем мы занимаемся в Царстве Божье. Да, потому и земная жизнь, как и внутриутробная жизнь, это определенный период взрастания, созревания, каких-то переживаний человека, где уже человек, в отличие от первого своего мира, осознанно принимает решение, куда он родится. Да, куда. Когда он не знает, ну, куда он точно может определить для себя. Потому вот мы говорим об этом, мы проповедуем об этом. И вот это рождение свыше. Что такое рождение свыше? Каким образом происходит рождение свыше? Это крайне важно. Спасибо вам, Владимир. Да, здравствуйте. Да, действительно, да, слава Богу. У нас просто запись сейчас. Можно начать? Не, 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 у нас сейчас запись. Простите, пожалуйста. Да, значит, суть такая. Я хотел сказать, что рождение свыше – это осознанное решение человека. Да, человек сам не может родиться свыше. И Иисус говорит, что никто не может прийти отцу, как только через меня, и никто вообще ко мне не может прийти, если отец не привлечен. Да. Но я верю, что люди, которые слышат сейчас нас – это люди, которым Господь стучится. Да. Я не могу сказать, почему Господь, наверное, Он ко всем стучится, что ли, но все же получается так, что часть людей спасается, часть людей так или иначе, к сожалению, обречены. Я не знаю, почему это так, я не могу об этом судить, осуждать, но я могу понимать одно – раз мы слышим, значит, милость на нашей стороне. Да. Значит, Он говорит к нам. Да. Таким образом, рождение свыше – это осознанный шаг человека. И он возможен исключительно, вот в отличие от Шамая, который тоже, возможно, об этом говорил, мы знаем, как это происходит. Нам это объяснил Христос. Да. Это происходит через покаяние, прощение грехов и принятие Святого Духа. Да. Да. Очень важно. Это осознанное решение человека, когда мы видим крест Господа нашего Иисуса Христа, как смерть Бога лично за меня, не просто за общество, а за мир. Да, не за всех, да. За меня конкретно, у меня. Да. И потом, надо понимать, что на кресте был распят Бог во плоти. Да. А если Он Бог, значит, Он вечен. Значит, Он вездесущ. Значит, Он не подвержен времени, векам, человеческой истории. Он не подвержен. Да. Это означает, это означает, если Бог умер и Он вечен, значит, Его смерть на кресте вечна. Если Христос воскрес, и Он вечен, Его воскресение тоже вечно. Я что хочу этим сказать? Это не значит, что был когда-то исторический факт, там, на Голгофе, в истории, две тысячи лет назад. Это значит, что оно прямо сейчас. Потому что, как Бог был тогда, и Он сейчас, так и жертвы Его тогда, и сейчас. От века законной. От века законной. Как Бог воскрес тогда, и Он сейчас, точно так же, Он сейчас здесь. Как Он пролил свою кровь. Это не то, что она была пролита две тысячи лет назад. Ну и как бы, Господи, как же мне к ней прикоснуться так. Суть в том, что это же кровь вечного Бога. Вне времени и пространства. Значит, это кровь вечная. Раз Бог вне времени и пространства, значит, Его кровь вне времени и пространства. Она же из Него и зашла. Вне времени и пространства. Абсолютно. Это означает, что вот я сейчас верою, Ее ощущаю. Она здесь. Как я ощущаю, мы Бога. Потому всякий, кто хочет родиться свыше, он должен осознавать, что кровь Иисуса Христа, она прямо сейчас здесь. Равно, как и Бог здесь. Как и вечность Его. И кресть Его. И воскресение Его. Оно здесь. Прямо здесь. Потому что мы решили взаимодействовать и общаться с Богом не по нашим ощущениям, не по прикосновениям, не по каким-то человеческим меркам и осязаниям. Мы решили это воспринять по вере. И мы в это верим. Почему мы в это верим? Не потому, что при нам молили кто-то нам сказал, а потому, что так сказал Господь Его Слово. И мы верим в Его Слово. Мы Его читаем и считаем, что это Слово актуально, реально, живо, действенно, истинно. Это Бог сказал. А вы знаете, равно, как Бог вечен и вне пространства, и вне времени, точно так же произведенное им Слово, оно вне пространства, просто, вне времени. Все, что исходит от Бога, вечно, как Он. Все, что исходит от Него, вне времени и пространства, как Он. Потому Его Слово вечно. Потому Его жертва вечно. Потому Его кровь вечно. Потому его первосвященническая молитва вечна, и она прибывает сейчас. Он ее однажды извлек, поскольку это его слово. Оно тоже вечно, оно обрело вечность, оно вне времени и пространства. Она в любом месте, где человек в это верит, в любом, в любой точке земного шара. И мы прямо сейчас можем принять веру его первосвященническую молитву благословения, созидания, устройства, хранения. О Боже, это истинно! Это истинно! Это и есть вера евангельская, вера христианская. Так вот, рождение свыше, оно подразумевает осознанное восприятие человека жертвы Христа. Почему он умер? Он умер лично за меня. Почему эта кровь была пролита? Потому что только через кровь в прощении грехов. Это люди понимали иду Христа. Даже не евреи это понимали. Любые народности, они приносили в жертву животных, они даже людей приносили в жертву. Потому что человек на подсознательном, на душевном, духовном, на интуитивном, каком вы хотите уровне, он понимает, что прощение может быть через кровь. Вот когда двое дерутся, как только кровь начинает течь, останавливается драка. Даже жертвы два сына, первенца, была у финикийцев, южных семитов. Но только это было уродливое напоминание о жертве будущей сына первенца. Да, уродливое, ясное какое-то такое жертвовое приношение. Да, бесовское. Так вот, я хочу сказать, что рождение свыше, которое гарантировает нам переход в мир Бога. Потому что вот Христос говорит этому, Никодиму говорит, Никодим, никто, ни один человек не может увидеть Царство Божие. Это слова нашего Господа. Это того, который является хозяином вечности. Только, говорит, надо родиться свыше. Так вот, рождение свыше, это когда мы осознаем жертву нашего Бога, которая была принесена ради меня, лично меня. Нет, эта кровь сейчас присутствует. Это не только исторический факт. Это реальность. Это реальность, это явление силы духа сейчас. Да. Мы принимаем это. Аминь. Мы омываем его кровью, потому что его кровь омывает человека от любого греха, независимо от древности этого греха, от его весомости, размеров, я не знаю, трагичности этого греха. Неважно какой это грех. Любой грех Господь смывает по вере. Следующее, что должен сделать человек, он должен поверить, если он помолится. Давайте попробуем сейчас помолиться одной молитвой. Это будет не шаблон для людей, но это может быть как пример, они могут его взять. Возьмите эту молитву за основание. Вы можете ее перефразировать вашими словами, поговорить с Богом. Но я рекомендую не просто повторять за нами. Рекомендую. Это для меня лично мало значит. Я рекомендую выслушать, послушать, о чем мы говорим. Если это касается вас, вашего сердца, я предлагаю, попробуйте как-то уединиться, что ли. Попробуйте, если у вас получится, попаститься как-то, как вы это сможете. Ну, например, просто не ешьте день, к примеру, да, ради того, чтобы сосредоточиться на вот этом действии. А потом, когда вы будете готовы сердцем, постарайтесь искренне, склонив колени, поговорить с Богом. Приблизительно такой молитвой. Дорогой Господь, дорогой Иисус, я верю, что ты умер и воскрес для моего оправдания, лично для меня. Ты умер ради прощения моих грехов. Я верю, что кровь, которая была пролита тобой, она сильна омыть меня от любого, от всех грехов моих, какие были в моей жизни. Прости меня за мое невежество. Прости, что я жил, не угождая тебя. Прости за мои все грехи. Умоляю тебя и будь моим первосвященником, будь моим Господом, будь моим путеводителем с этого дня. И я прошу тебя, дай мне Святого Духа, и я хочу быть рожденным свыше. Пусть твой Святой Дух живет во мне и ведет меня. Благодарю тебя, что ты меня услышал. Молился я во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Приблизительно вот так вы можете помолиться. И это, казалось бы, простой, но очень глубокий и серьезный шаг. Да. Рождение свыше. Вот когда мы уже принимаем прощение грехов, я подчеркиваю, оно принимается исключительно по вере. Надо поверить, что как только ты помолился, все, вы не прощаетесь. Прости. Поверить в это надо. Не потому, что мы говорим, не потому, что Эльдар говорит, а потому, что так говорит Слово Господне. Мы верим Его словам. Правда? Бог в Христе применился. Потом мы веруем, должны принять Святого Духа. Да. И вы должны поверить, что вы Его приняли. Да. Что Он вошел в нас. Да. Это очень важно. Да. Здесь запись. Все нормально? Нормально. Слава Господу. Да. Мы должны в это поверить и это принять. Согласиться с этим. Да. И теперь дальше нам нужно обязательно пребывать в Слове Божьем. Да. Нам нужно общение с верующими. Нужно вот такие беседы, о которых мы говорим, о которых мы возрастаем. И нам нужно хранить эту ценность, потому что на нее будет охотиться весь бесовский мир. Это самое драгоценное, на что охотится сатана. Украсть у человека рождение Бога. Если возможно, даже избранных. И избранных. И наша задача, да, хранить это теперь.